Всем привет, ребята! Меня зовут Богатий Ищиди, и добро пожаловать в новое видео! Биткоин только что провалился ниже 29 тысяч долларов и сразу же вернулся обратно. Что произошло? Давай разберёмся. 9 мая, прямо в День Победы, я выкладывал видео с очень важной информацией. Я говорил, что 11 числа мы получим обновление по инфляции за апрель, и если инфляция окажется выше ожиданий, мы получим продолжение падения. Это и произошло. Мы ожидали спад инфляции с 8,5% до 8,1%, а получили спад на уровне 8,3%. Направление движения правильное, значит и шаги предпринимаемые ФРС тоже правильные. Но, во-первых, это всё равно очень большая цифра 8,3%, в 4 раза больше желаемого, а во-вторых, это выше ожиданий. И хотя вроде бы мы наблюдаем какой-то разворот с 8,5% до 8,3% инфляции, как будто бы корректируемся обратно вниз, многие инвесторы думают, что мы можем просто сформировать какой-то новый инфляционный уровень на отметке 8,8% и двигаться в нём. Поэтому я решил изучить полный отчёт, чтобы понять, с чем мы имеем дело, перед тем, как мы к нему перейдём, вкратце. Индекс потребительских цен ожидался на уровне 0,2%, мы получили 0,3%, Core CPI ожидался на уровне 0,4%, а мы получили 0,6%. Фактически везде выше ожиданий. Особенно Core CPI очень важен, потому что ФРС буквально заостряла ваше внимание на нём. Они очень хотели уменьшить этот инфляционный показатель, и они таки затормозили его. Но он всё равно выше ожиданий, всё равно очень большой, 0,6% за апрель. Это темп около 7,2% за год, а за март это было 0,3%. То есть в апреле мы получили Core CPI в два раза выше. Если мы посмотрим на отчёт по CPI, мы увидим, что он вроде бы начинает свой разворот, как ты видишь на графике. Но на резкое падение рынка после отчёта повлиял именно Core CPI, который в апреле вырос на 0,6%, хотя в марте его рост составлял 0,3%. Это действительно вызвало переполоху инвесторов, и поэтому биткоин быстро упал ниже 29 тысяч долларов. Но есть конкретная причина, почему Core CPI оказался таким высоким в апреле. Core CPI – это индикатор, который показывает инфляцию всего, кроме цен на продовольствие и энергоресурсы. В энергоресурсы входит также и газ. Продовольствие и энергоресурсы не учитываются в Core CPI. Но вот в чём загвоздка. Частью Core CPI являются такие виды индустрии, как общественный транспорт и тарифы авиакомпаний. И то, и то опирается на цену топлива, нефти и энергии. А мы знаем, что цены на нефть всё ещё выше 100 долларов за барь. А теперь посмотри на это. Это очень интересно. В январе мы видели рост тарифов авиакомпаний на 5,2%, в феврале уже 10,7%, а в марте – 18,6%. Мы могли подумать, что это и был пик, но нет. Рост цен на топливо и резкий скачок спроса на него привёл к росту тарифов на перелёты на 21,9% в апреле. Общественный транспорт в апреле же подорожал на 14,4%. Только эти две индустрии уже увеличивают инфляцию за апрель на 2,4%. Только на этом примере мы понимаем, почему Core CPI в апреле оказался в два раза больше, чем в марте, и больше ожидаемого прогноза. Это инфляционная катастрофа, которую спонсируют только лишь общественный транспорт и перелёты, мы даже не учитываем остальные индустрии. Хотя лично я не считаю это чем-то уж совсем страшным, но рынкам это не нравится. Например, NASDAQ за месяц потерял уже 20%, биткоин отреагировал вот таким крючком, а фондовый рынок, как ты видишь, находится в полной катастрофе. Но учитывая то, что все прогнозы оказались ниже факта, кажется, боль и кровь ещё не закончены. Ведь ФРС США не могут игнорировать тот факт, что Core CPI два раза выше предыдущего месяца. Они не могут сказать нам, да это просто из-за самолётов и транспорта, ничего такого. Как раз таки, чего такого? Это большая проблема. Завтра нам покажут ещё обновлённые данные по индексу PPI, которые показывают изменение цен на сырьё. Ожидается, что этот индекс будет на отметке около 0,5%. И если фактически окажется больше прогнозируемого, знай, боль на рынках в обозримом будущем ещё не закончится. Учитывая, что Core CPI на отметке в 0,6%, что в два раза больше предыдущего месяца, а также выше прогноза. К сожалению, это так. К сожалению. Ну а может быть, к счастью, если ты хочешь всё-таки покупать подешевле, чтобы потом, спустя несколько лет, продавать очень-очень выгодно. Меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал и будь в курсе самых свежих событий из мира криптовалюты, финансов и экономики. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok